Баллада о гончарном круге. Гончарный круг вокруг земной оси вращается в небесной мастерской. Останови его, затормози, толкни против движения рукой. Пусть перекрутит часовые стрелки обратно до времен мастеровых богов со дна таврической тарелки и в керамические кармы их. Пусть он вернет меня во времена, когда была необожженной ломкой пустышкой глиняной. Керамикой больна, я с ним жила, рабой и экономкой. Гончарный круг по клинке руклинок скользил в руках, как детородный орган у грязного жреца между ног. А жрец был зол, затравлен и издерган. Он заливал лазурные глаза, галлюцинации глянцевой глазурью. И жгучая тягучая краиза его колесовала дурью. Он смерть вертел в руках, как наркоман, каленый свой кальян из каолина. И кафелем в печи взрывался плам. И каменел от глины фартук длинный. И мир-мираж, как подиум пустел, распространяя древний запах оргий от мертвых душ покорных женских тел. Он пропадал, он падал в беспредел, а я искала Демиурга в морге. Диван вращается гончарным кругом, и от него не оторвешь башки. Башки, конечно, обожгли горшки. Дружки вернулись к женам и подругам. Гончарный круг, скрипевший, как диван, взрывоопасной смеси, бортолина и спермы, закрутил роман руками красными от глины. Скрипел и пел, любил, лепил и пил, хмелея, задыхаясь и потея, но щебнем осыпалась со стропил его очередная галатея. В те дни хворал божественный гончар. Он провалил пожизненный экзамен, хоть был не глуп, хоть был еще не стар, носил в мешках усталость под глазами, таскал мешки, пигменты и песок. У муфельной печи сушил обноски, неброский скарб, а руку тер висок и рисовал наброски на известке. Все оживало под его рукой, роденовской, мозолистой, мужской. Он вылепил меня из ничего, из липкой, вязкой жижи под ногами, и я прощала выходки его. Попробуйте, дружите, жить с богами. Я мужественно обжига ждала, училась ремеслу, умнела и как себя вела его дела. Но в муфельном огне окаменела и стала не нужна ему такой. Он вышвырнул меня из мастерской. Распался замкнутый кончарный круг, а я весьма изысканной деталью музейных экспозиций стала вдруг, сама себя покрывшая эмалью. Через двенадцать лет за океаном мне рассказали, что взорвавшись печь сожгла учителя ожогом, раном, числа несчесть, чтоб с честью в землю лечь, глотай обид горчащую таблетку из божеских, из обожженных рук. Поймай спасательный кончарный круг, прощай его, как русскую рулетку.